В этом видео покажу мой опыт выращивания Эводи и Даниэля. Полный цикл, то есть от семечки и до зимующего растения. Начал я с замачивания семян на одни сутки, после чего убрал их на две недели на стратификацию в холодильник. Параллельно начал утеплять балкон-лоджию, чтобы в последующем их туда выставить. Также была тестовая партия, которая без стратификации, скарификации, ну и вообще без обработок, просто пошла в грунт. Уже через 10 дней появились первые всходы, ну и соответственно решил, что 2-3 месяца это даже излишне. И через две недели достал все семена из холодильника со стратификации и высадил в грунт. Стратификацию проводил просто в салфетки влажные, туда семена между ними и убирал в полиэтиленовый пакет, закрытый. Появилась довольно серьезная проблема при посадке в грунт. Через некоторое время некоторая часть семян начала плесневеть, почем активно. И не помогала ни марганцовка, хотя я предварительно вымачивал и в ней, и ни обработка, и вообще помогала только полное пересыхание почвы. Но потом снова возвращалась. Соответственно, как только утеплил балкон и выставил, все более-менее нормализовалось. Была небольшая заминка с предположительно черной ножкой, то есть в ящике в одном 300 всходов, на следующий день 50-60, остальные завяли, завяли и пересохли. То есть обрабатывал и народными средствами, и специализированными препаратами, но ничего не помогало, и через какое-то время просто само собой все прошло. Не знаю. Слишком рано пикировать не стоит, то есть дождаться появления на второй паре листочков своеобразных крылышек, либо вообще дождаться третьей пары листьев. Насчет тары для пикировки, то есть в первую очередь высота, во вторую очередь ширина. По объему грунта пол-литра на одно растение хватит за глаза. Больше одного литра уже нет смысла, не успевает освоить. В итоге у меня вышло более 500 саженцев. Сделал ошибку, пикировал по две штуки в одну емкость. Так лучше не делать, потому что разделить уже проблематично. Полтора-два месяца они почти не росли. То есть ни прироста корневой системы, ни прироста сверху, верхней части. То есть обидно даже было. Но дальше уже к 4-5 месяцам они более-менее начинают активно расти. К середине мая земля прогрелась. Погода становилась более-менее теплая. То есть картошку еще не садили, но уже было более-менее тепло. Начал высадку в открытый грунт. Весь сезон они стояли без ухода. То есть вообще никакого ухода. Единственное, что при посадке в междурядях я еще посадил немного гороха. Это отчасти спасло от сорняков, но не сильно. В начале августа, числа наверное 7-го, начал обработку уже к зиме. То есть калийно-фосфатными удобрениями и золой. Меж с тем, один из рекордсменов достиг высоты более метра. К концу сезона он показал результат 1 метр 38 сантиметров. 11 сентября у нас были первые заморозки до минус 5. Повредилась только верхушка. Вполне неплохо пережили. Эти утеплил просто сверху. У земли там нет сена. Древенение сантиметров на 10 первичное. Суммарно где-то сантиметров на 30 вторичное. Здесь отмерзло. Эти без обработок совсем и без укрытия. Здесь рядок полная обрезка была, только ствол без укрытия. Здесь укрытия от земли. Прям полностью. Сантиметров на 20 слой. И рекордсмены. Их еще чуть-чуть побольше. Здесь, здесь и вон там. Одревенение чуть больше. Ствол тоже чуть толще тут в среднем. Так же сантиметров на 15 первичное древенение. Дальше даже до 40 доходит вторичное. Верхушка отмерзла. Но тут еще под вопросом. Рекордсмен. Вторичное доходит даже сантиметров до 80. Дальше под вопросом. Верхушка только сантиметров на 10 отмерзла. Дальше два рядка полностью обрезаны под корень. Маленькие были. Зимуют только корневая система. Просто показать, какой там. Живые еще пучки. Живые. Тут тоже стволик хороший. А вот верхушка. Полу гнилая. Ну отмерзшая. Здесь вот интересно. Те верхушки, которые отмерзли. Они сами по себе загнулись. Везде. Везде. На рекордсмене. Соответственно. В теории. Все что ниже. Могло. Вполне выжить. Почки. Тут непонятно. Первое января. В новый год вступили. Неплохо. Также небольшая часть у меня зимует на балконе и в гараже. Что касается Эводия и Даниэля. Все свои действия, все приемы, все процессы, что происходили с ней, а также с войлочной вишней. Я подробно, шаг за шагом, описывал в отдельно созданной теме на пчеловодном форуме. Эводия Даниэля. Близ Северного Урала. Ссылка будет в описании и в комментариях под видео. Близ Северного Урала.